приветствую всех на сборке у нас системный блок это будет самое дешевое решение для офисных задач полноценный компьютер дешевле собрать невозможно если мы имеем ввиду именно полноценный компьютер где будет достаточно быстрый процессор и соберем его на базе процессора intel core i3 2120 таких процессоров сейчас полно стоимость у них в районе 1000 рублей будем использовать такие вот новые материнские платы sonic в дни если они появились это новое решение а 61 f h l плата интересно имеет расцветку есть хитрые особенности это нас бы 75 чипсет есть разъемы sb 3 0 из колодки sb 3 0 в общем такая плата из прошлого но собранная сейчас и весьма весьма неплохие машинки получается если нужен самый дешевый новый компьютер впереди удаленка и скажем так иногда приносит старый компьютер на модернизацию вот иногда проще от всего отказаться и просто купить пускай такой недорогой но довольно шустрый системник будет стоять у нас ssd накопитель на 120 гигабайт а по серпантера и блок питания фирмы аккорд на 350 ватт но коробка у нас такая бюджетная симпатичная фирма foxline сейчас все дело соберем но сборка не особо будет отличаться от тех сборок которые мы все время производим место у нас сзади мало поэтому особо здесь без фанатизма крышка закрылась и слава богу ничего не торчит не упирает оставляем провода свободными для подключения жесткого диска и сонт понадобится крепится он будет к нашему дну системного блока если надо может нам поставить еще ssd 2 спон дюйма на боковую панель 400 разъем здесь есть на плате и создала на сверху прикручен форм-фактор от x когда был придуман в конце 90-х годов предполагал что блок питания будет находиться сверху вентилятор который стоит блок питания будет поглощать весь горячий воздух от системника и естественным путем через себя пропускать и выгонять наружу для мощных системников эта схема не годится видеокарты очень много потребляет а для подобных машинок решение вполне достойное блок питания не будет особо нагреваться процессор у нас здесь холодный 60 ватт на по факту будет потреблять примерно 25 ватт ну и в тепло тут не особо много чего будет уходить если будет стоять простенькая видеокарта то также можно блок питания оставить но если будет более-менее что-то мощное то обязательно будет ставить вентилятор на выду здесь можно поставить восьмидесятку либо 90 миллиметров и весь горячий воздух будет выходить но интересно у корпуса даже предусмотрена установка двух 120 миллиметровых кулеров на переднюю панель вот такие дела получилось у нас достаточно аккуратненько все сейчас будем настраивать интересные материнские платы интересно еще и наличием современных портов usb 3.0 на а шестьдесят первом чипсете не использовался это был было прерогатива b75 чипсета и не на каждой плате еще были колодки usb 3.0 на плате у нас есть vga порт hdmi порт со звуком 6 usb портов диабетная сетка и передняя колодка у нас usb 3.0 подключена именно в колодка 3.0 20 пиновая для a61 плата это на самом деле нонсенс но здесь только название по факту это b75 ну и немного по обзору системный блок у нас построен на базе процессора intel core i3 2120 два ядра 4 потока частота 3300 мегагерц нет турбобуста здесь здесь просто задано 1 довольно-таки высокая частота и все довольно-таки не горячий процессор хоть он и 65 ваттный по факту в 30 всего лишь потребляет на этой материнской плате охлаждение оригинальный интеловский кулер от новых процессоров соки то у них примерно одни те же а по посадочным все одно и то же материнская плата не может регулировать обороты поэтому добавили вот такой сверху резистор и компьютер получается не шумный внутри процессора и стройная графика intel 2000 на и вполне современная спокойно будет тянуть ролики и 2к и 4к никакой youtube тормозить здесь не будет это довольно таки хороший добротный процессор но по большому счету сейчас этот процессор на новых сокетах называется пенсиум gold пенсиум silver пенсиум g ну и так далее то есть это вот бывший i3 большой разницы производительности на самом деле даже нет блок питания у нас на 350 ватт фирма аккорд ssd накопитель фирма опасер на 120 гигабайт есть возможность для подключения еще трех жестких дисков но посадочных мест у нас корпусе 2 корпус у нас foxline есть разъемы sb 3.0 на передней панели по своей колодке подключаются выходы на наушники на микрофон for factor корпуса микро от x обычный черный коробок здесь у нас боковая крышка металлическая но сбоку есть посадочное место кстати говоря под вентилятор 120 миллиметров то есть при желании даже можно из этого компьютера сделать игровую машинку на эту материнскую плату если ставить мощный процессор то наверно максимально это будет ай 5 и желательно третьего поколения чтобы он много не кушал но опять же повторюсь на сегодня если рассматривать именно нормальный офисный системник чтобы ничто не тормозило в офисных приложениях это наверное самое дешевое решение пускай на устаревшей платформе но тем не менее 10800 рублей новый компьютер любые celeron и джей пентиум и джей амд е1 е2 это будет наверно в три в четыре раза слабее чем данное решение следующий вариант компьютера чтобы вот прыгнуть на уровень повыше это наверно атлон 200 ге на сегодня либо celeron на ддр 4 памяти там машинки получается примерно от 16000 и будут обладать уже конечно восьми гигами памяти если в этот системник поставить еще одну четырешку по деньгам на 1000 рублей будет дороже но в целом даже в этом варианте можно спокойно работать такое антикризисное можно сказать предложение впереди удаленка уже у нас на удаленку отправили 6 по 11 класса и если компьютера нет а покупать дорогой не хочется то вполне неплохой вариант надо будет его можно будет модернизировать но и не так дорого он стоит при том что он остается самое главное именно новым компьютером тихим бесшумным с гарантией но новая железка все равно есть новая более менее надежная